Она приехала из глубинки и смогла завоевать не только Москву, но и сердца миллионов телезрителей. Сейчас наша героиня носит звание заслуженной артистки России. Она родила сына от известного режиссёра и вышла замуж за скромного актёра, который ей по возрасту мог бы стать сыном. Это история настоящей золушки со счастливым концом, но сколько испытаний ей пришлось преодолеть, чтобы достичь славы и успеха. Давайте скорее узнаем о судьбе уникальной, скромной и талантливой актрисы, которая завоевала любовь миллионов телезрителей после выхода сериала «Ликвидация». Наша героиня Полина Агуреева появилась на свет в Волгограде в семье преподавателей. Её мама была учителем русского языка, а папа преподавал естественные науки. С ранних лет девочка проявляла меланхолический взгляд на жизнь. Возможно, это связано с тем, что её родители развелись, и Полина чувствовала себя ненужной. Вместе с матерью она переехала в маленький посёлок, а затем отправилась в Москву. Мама будущей актрисы тогда встречалась со своим учеником и последовала за ним в столицу. Там он поступил в училище Бауна, и в тот период вся семья Агуреева жила в студенческом общежитии в крошечной комнате площадью 9 квадратных метров. Уже в школе Полина поняла, что её призвание быть актрисой. Она училась на отлично и свободное время посвящала чтению. За это мать часто называла её книжным червём. После завершения учёбы в школе девушка подала документы в театральные вузы Москвы и прошла отбор сразу в 4 из них. Но её выбор пал на ГИТИС. И всё благодаря харизме и идейности известного режиссёра Петра Фоменко. Именно на его курс и поступила Агуреева. По окончании ГИТИСа Полина начала трудиться в театре-мастерской Петра Фоменко. Все свои силы она посвящала репетициям и постановкам. Из-за чрезмерного усердия молодая актриса потеряла голос и целый месяц была вынуждена молчать, общаясь с коллегами только через записки. Однако её старания не остались незамеченными. Полина стала обладательницей ГРАН при фестивале «Московские дебюты» лауреаткой «Золотой маски» и получила премию «Чайка». Кроме родного театра она выступала на сцене Рижского драматического театра и Московского театра «Практика». Её дебют в кино был в картине «Долгое прощание» Сергея Урсулика. Затем была главная роль в фильме «Эйфория». Однако настоящие успехи любых зрителей пришли к ней благодаря сериалу «Ликвидация». В дальнейшем фильмография нашей героини пополнилась такими работами, как «Жизнь и судьба», «Куприн», «Коллектор», «Собибор». Личная же жизнь Полины Агуреевой до недавнего времени была насыщенной. Первую любовь она встретила в лице молодого и перспективного режиссёра Иванова Рыпаева, с которым познакомилась в театре «Петра Фомен». В шумной актёрской компании, отмечая Старый Новый год, между молодыми людьми возникла симпатия. На тот момент Иван уже был женат на актрисе Светлане Ивановой Сергеевой, и у них родился сын Геннадий. После этой вечеринки Полине и Иван начали встречаться, и вскоре зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе, после того, как Иван развёлся. У молодоженок появился сын Пётр, которого Полина назвала в честь своего любимого учителя Петра Фоменко. Как и многие актрисы, она не задерживалась в декрете и вскоре после родов вернулась к съёмкам. А когда малышу не было и года, Полина уехала на длительные съёмки фильма «Эйфория», в котором сыграла главную роль. Она переживала из-за того, что оставила сына одного, но взять мальчика с собой не было возможности. Пока Полина работала, ребёнке заботилась бабушка и младшая сестра актрисы. К сожалению, брак Полины и Ивана не просуществовал долго. Через четыре года пара рассталась. Причины разрыва неизвестны, но ходят слухи, что отношения между актрисой и режиссёром всегда были сложными. Творческие споры на площадке перерастали в конфликты, что со временем сказалось на их совместной жизни. Полина предпочитает не вспоминать об этом. Связь с бывшим мужем она поддерживает, и ещё в вопросах воспитания сына. Долгое время Полина уделяла всё своё время сыну и работе, пока однажды в театре Петра Фоменко не появился молодой актёр Фёдор Малышев. Между коллегами вспыхнула сильная страсть, и через два года пара сыграла свадьбу. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, это не стало преградой для их счастья. Вскоре на свет появился второй сын, Тимофей. Фёдор прекрасно ладил с Петром и принял его как родного. Несмотря на разницу в возрасте в 10 лет, сводные братья хорошо общаются друг с другом. Полина проводит всё свободное время с мужем и детьми. Они вместе посещают кино, театры, выставки и художественные галереи. А отвечая на вопросы журналистов о разнице в возрасте между супругами, Полина говорит просто. Предсказать, чем закончатся наши отношения, я не берусь. Но и выходя замуж за ровесника, никто не может гарантировать, что жизнь с ним будет долгой и счастливой.